Во времена Советского Союза Анни Вески считалась у нас суперзвездой. Ее легкий прибалтийский акцент, а также изящные наряды, делали певицу одновременно и иностранкой, и своей. И даже когда Эстония обрела независимость, Анни Вески у нас не стали любить меньше. Казалось, что она тот самый мостик культуры, который связывает наши страны. В 2011-м Анни стала лицом рекламной кампании «СПА-отели Эстонии» и приглашала туда россиян с рекламных плакатов. Кроме того, Анни Вески регулярно выступала в России, участвовала в проектах «Ты суперстар» на НТВ и «Две звезды» на Первом канале. На 11 февраля 2022 года было намечено очередное выступление Анни в Москве, приуроченное к 66-летию певицы. Но за несколько дней до выхода на сцену сольник в зале церковных соборов отменили. С тех пор в России Анни Вески больше не появлялась. Сегодня, чтобы выжить, певица готова в любую погоду петь на открытых площадках, торговых центрах и небольших концертных залах Эстонии. Но при этом она старается не исполнять композиции на русском языке, хотя именно их и ждет публика. Когда же она спела в приграничной Нарве песню «Поворот» по-русски, то украинские националисты объявили ей войну. Они потребовали отменить ее выступление. А за то, что на афишах певицу указывают как заслуженную артистку Эстонской ССР, ей вообще пригрозили уголовным делом. Сама же 68-летняя Вески признается, что ностальгирует по тем временам, когда вместе с другими советскими артистами гастролировала по необъятной стране, находясь дома лишь по два месяца в году.